Добрый день! Поднялся в Шуши, Пашинян в своем кабинете во время заседания правительства. Сейчас они перед прессой. И один, и другой дали пресс-конференцию. Это уточнение позиций и намерений. Если попробуем свести к общему знаменателю, что сказал Алиев, а что Пашинян, по-вашему? Я бы из всей речи Пашиняна и Алиева, с каждой стороны, ну надо сказать так, что чисто визуально, будем говорить так, как воспринимают, да, неважно кто. И мировые СМИ, и даже и российские СМИ, и газета «Коммерсант», отметили, что выступление Алиева излучало уверенность. Он был более открыт, более улыбчив, да, улыбчив был. Уверен в себе. Уверен в себе. Да, и что не скажешь о Пашиняне. Напряженность, противоречия в ответах, визен страх, непонимание, не знаю, что делать. Но, если говорить о их риторике, и что друг другу послали, потом надо понять, случайно ли пресс-конференция была в один день. Или кто-то решил у кого-то что-то, какую-то инициативу перехватить, или это был договорной... Наталья, уже я вот в предисловии к нашему... Да, или это договорной вариант был между ними. Ну, в прошлый раз тоже так же было, почти одновременно. Да, либо они не дают друг другу возможность перехватить инициативу, и так далее. Они так общаются, я так думаю. Или передают друг другу информацию. Ну да. Вообще услышали. У Алиева я бы отметил всего две вещи. Всего две вещи. У Пашиняна три. Но у Алиева две вещи, это позитивно для его народа, а все три вещи, сказанные премьер-министром Армении, негативно для нашего народа. Так начну с Алиева. И долго их обсуждать смысла даже и нет. Поэтому я говорю, общие... Да. Вот двумя словами. Алиев заявил, что блокады в Карабахе нет, дорога открыта. Кто не хочет быть нашими гражданами, пожалуйста, уезжайте. Да, все. Он все сказал. Он мог 6 часов говорить, 16 часов говорить, неважно. Вот он сказал позицию по Арцаху. Другого подхода у него нету, и он его не видит, и не хочет видеть. Второе, что он сказал. Хочет того или не хочет того Армения, она все равно предоставит мигринский коридор. И в этой же логике он сказал, что войны с Арменией не будет. Вот если Алиев сказал, что войны с Арменией не будет, это меня еще лишний раз убеждает, что война будет. Потому что, говоря, хочет Армения или не хочет, но мигринский коридор будет, это и есть логика войны. Теперь что сказал Пашинян? Все, я думаю, Алиеву тут обсуждать не стоит. Нет, там еще был кусочек про делимитацию, демаркацию, про то, что мы можем по-своему, как хотим, так и расчертить эту границу. Алиев говорит... То есть это опять претензии на нашу территорию. Это все уже исходит из логики, я заставлю. Азербайджанская риторика такова, что мы на правах победителей навязываем договор. Кстати, это говорят их серьезные политологи, которые связаны с политическим отделом президента Азербайджана и так далее. То есть фактически первая это этническая чистка, да, я ее провожу. Да, ну он сказал, не хотите уезжайте, все, будьте голодными. То есть по законам осады, что такое осады? Осады это когда, осады крепости всегда, как сказал один военный начальник, это когда население начинает жрать крыс и пить гнилую воду. Вот к чему он подводит. Все сказал Пашинян. Пашинян сказал, тоже много говорил, 4 часа смысла не было говорить. Ну, во-первых, я скажу, зачем была нужна эта пресс-конференция. Азербайджан дал некий дедлайн для Армении. И то есть что это означает? Это означает, что если вы не выполните требования по нашему мирному договору, вам войны не избежать. Нас же политическое руководство, ну наше я имею ввиду армянское, понимает, что слишком много вреда своим управлением они нанесли. Ну, слишком много вреда. Они понимают, что они не справляются с ситуацией, они ее не держат под контролем. Они ни с одними центрами сил международными не договорились и не договариваются. Они действуют совершенно в другой парадигме, в другой логике. И пресс-конференция, на мой взгляд, носила определенный посыл России, Турции и Азербайджану, не как армянскому обществу. Армянское общество было использовано только с одной целью. Это были вбросы. Сейчас армянские спецслужбы, аналитики и команда будут изучать реакцию таких, как мы, таких, как вы, патриотического поля, армянских интеллектуалов. Какая реакция на его тезисы, которые он сказал. Например, что Армения не должна никаких переговоров вести, договариваться с Азербайджаном о должности Панакерт. Там даже политический диалог был использован. Политический диалог. Ну, да, политический. Я уже просто так говорю. Я могу, конечно, уйти на научную терминологию, но я хочу упростить, чтобы многим было понятно, о чем я говорю. Иногда мне пишут, можно немножко попонятнее, по раскрытии. Не всегда все профессионалы слушают, эксперты и так далее. То есть он сказал, что разговаривать с Баку должен Степанакерт. Мы гаранты Армении. Да? Значит, ну, извините, в то же время он говорит, а гарантом Армении является Россия. То есть, логика какая-то такая. Он ее провел и сказал, то есть, гарантом Армении Россия, а мы гаранты Арсахов. Это означает, автоматически все переключил на русских. Ну, слушай, гарантом Армении является Россия, безопасность Армении. А мы кто? Вот я хочу сказать, Никол Пуш, а ты кто? Твоя команда кто? Если вы по конституции являетесь гарантами нашей безопасности, если уже вы говорите, что гарантами безопасности Армении является Российская Федерация, то, извините, президентом Армении стал с момента пресс-конференции Никол Пашиняна Владимир Владимирович Путин. А мы кто? Мне не нужны гарантии русских. Я всю жизнь был армянским воином, я всю жизнь голову совал в такое пекло, где тебе даже во сне не снилось, или сердце бы остановилось. Что значит за нас русские отвечают? А ты где? А где твой министр иностранных дел? Где твой директор службы национальной безопасности? Твой это-то асфальт Денов, министр обороны? Твой непонятный начальник генерального штаба, вот, замминистра обороны говорит, мы за 13-14 число потеряли 224 убитыми. Мы в сложнейшую войну, в сложнейшую войну, в 44-дневную войну, мы за 10 дней столько не теряли. Вы за два дня при вашем, конкретно вашем управлении в этом государстве, у вас в Комитете по обороне безопасности сидят, хрем пойми кто. Люди вообще не имеющие отношения к системе национальной безопасности и обороны, вообще не понимающие, что это такое. Потом вы говорите, 224 человека потеряли за два дня боев. Потом решили выйти из этой ситуации, а противник потерял 400. Противник мог потерять 15 тысяч убитыми. Вопрос всегда стоит в том, что противник выполнил свою задачу. Теперь, когда вы кричите, что гарантом безопасности Арцаха является Армения, а Армения и Россия, это, знаете, как Пиночет сказал, народ всегда надеется на армию, а армия на Бога. Это то же самое. Поэтому, это его первый тезис, да, что пусть Карабах говорит, а сэки дзеркеренькашум. Во-первых, я хочу пример... Молают руки. Да. Вот. Я ему хочу напомнить, пускай почитает и решение парламента Армении, да, в начале 90-го. Пусть почитает декларацию о независимости Армении. Ее никто не отменял. Вообще никто. Все, это закон. Мы, Карабах, вообще-то сегодня, как бы сказать, соединяется с матерью Армении, да? Никто не отменял. Не было никаких таких решений. Ни в парламенте после этого, нигде. Мы приняли, мы должны это отстаивать. И что значит, Карабах должен договариваться с Баку? Во-первых, Баку же четко сказал, ни с кем он в Карабахе говорить не собирается. В 90-м или в 2000-м году Роберт Кочерян вывел Карабах из-за стола переговоров. Все. Теперь третье, что хочет сказать Николай Павлович. То есть он, Азербайджан, сказал, я не буду тут настаивать. Вы договаривайтесь с Степанакертом. Степанакер захочет с вами, будет, будет, не захочет, ну, что-то будем вместе думать. Так вот. Второе. Опять. Союзников у нас нет. ОДКБ непонятно, что за структура. Понятно, что ОДКБ тебе всегда говорили. Это тупая, никчемная, нет боеспособная организация. Ни у одной, ни у одного члена ОДКБ нету армий. На бумажках у них есть, форму на них одета. Армий там нету. Там нету боевого опыта. Ни у кого. Кроме нас. Что сегодня происходит с российской армией на фронте, мы тоже видим. Ну, белорусскую армию, они говорят, это паркетная армия, которая, если там они решат вступить в войну против Украины, она будет уничтожена в течение одних суток. Просто сметут. Ну, Казахстан, сказать, что сильная армия, ну нет. Нету боевого опыта, нету практики и так далее. Ну, более-менее что-то там еще есть. Какие-то стычки пограничные, Киргизия и Таджикистан. Но все эти армии технологически отсталые армии. Какое ОДКБ? То есть, опять он начал, ОДКБ нет, союзник свои обязательства не выполняет. Если ты видишь, ОДКБ нету. Союзник в договор 97-го года не выполнять. Будучи твоим гарантом. Будучи твоим гарантом. Твой гарант допустил на потери плюс-минус, как говорит ваш генеральный штаб о родной земле, плюс-минус земля. В 130 квадратных километрах по вашим предварительным подсчетам. Бухгалтеры несчастные. Твой гарант, он не гарант. Он царит танзина, то есть груша от дерева. Никакой он не гарант. Гарантом твоим является твое население. Твоя нация, твой воин. Вот твой гарант. Какой гарант? Все, тут гарантов нет. Мы идем. Третий его тезис. Когда у него спросил один из журналистов. Кстати, это был один из самых нормальных вопросов. Вообще хочу сказать, что журналистский пул в Армении все-таки слабый. Очень слабый. Эти вопросы-то вообще непонятно, чего касаются. Сейчас на меня не обрушатся все. Обидел святое. Но, ребята, ваши вопросы и знания в журналистике очень слабые. Хорошо изучайте политику. Так вот, мы изучаем вопросы российских предложений по договору. Мы изучаем предложения Азербайджана. Турции, если они будут верить Азербайджану и Турции, разве я могу дальше двигаться? То есть Азербайджану и Турции я верю. То есть Азербайджану и Турции ты веришь, а своей армии ты не веришь. Азербайджану и Турции ты веришь, а своим интеллектуалам и патриотам ты не веришь. Нет проблем, ребята. Купим вам билет в Анкару, в Баку. Даже вещи упакуем. Вот там с этой верой живите. Вот три тезиса, что он хотел нам сказать, обобщая все это. Карабах не наш. Мы к нему отношения не имеем. Мы постольку-поскольку поддерживаем их, ведем какие-то переговоры на различных площадках и так далее. А вообще вся эта формула, весь мир признал, что Карабах это есть Азербайджан, территория Азербайджана. Какой мир признал, где признал, кто признал? Я господину Пашиняну напомню фразу Линдрейси после предательской подписи в туалетной бумаге под названием «Заявление». Придет время, заставим их сжевать эту бумажку. Линдрейси сказала, не может 30-летняя история решиться тремя подписями в один вечер. Я хочу сказать Николу Пашиняну, когда он говорит про весь мир, я не знаю, для него, наверное, кроме США, Франции и других цивилизованных стран, все остальное дерьмой – это весь мир. Значит, вот вы с этим миром и живите. Я вам хочу сказать, что Запад, Франция и США в первую очередь всегда говорили о право нации на самоопределение. Никогда этот вопрос с повестки дня не снимался. Он постоянно хочет нас убедить, что мир против нас. Мир не против нас. Мир просто видит, что с вами разговаривать не с кем. Мне многие дипломаты. Вот я говорю в прямом эфире. Мне многие дипломаты разных стран, больших, маленьких, очень больших и не очень больших, говорят, ваше руководство военно-политическое обладает крайне низким уровнем подготовки. С ними говорить по большому счету не очень. И такие доклады идут их руководству страны. И это они говорят не потому, что их любят или не любят. Они люди, которые служат своим государством. Международная дипломатическая площадка говорит, что это непонятно кто там вообще, что у вас там происходит. Нету, ребята, у вас там профессионалов. А еще самое худшее, что мы не видим, кто отстаивает национальный интерес. То есть, обобщая все это, Карабах не наш, мир признал, что он там. Армии у нас нет, союзников у нас нет, все нету, есть только один путь. Согнуться в одну позу, есть такая рыба, креветка, но еще есть другой, который тоже с пивом пьют. Вот в эту позу согнуться, чтобы с пивом вас употребили. И сказать, что идем и сдаемся. И последнее самое отвратительное, что я услышал, что они поставят свою подпись под мирным договором, если они будут уверены, что это не несет вреда армянскому государству. Вопрос. Как говорил Серж Саркисян, Ирек. Вы серьезно думаете, что ваши компетенции будут достаточными, чтобы определить в этом договоре, несет угрозу для республики Армения или нет? И я скажу, не то, что совсем не уверен. Я уверен, что такой компетенции определить секретарю Совета Безопасности Армену Григоряну, у которой человек в политике абсолютно случайен. Не его уровень, военному руководству, другим блокам, другим членам Совета Безопасности, с крайне низким политическим, я не говорю интеллектуально-человеческим уровнем, может быть это тоже есть, но я говорю про политический уровень, остальное врачи решат. С крайне низким политическим уровнем интеллекта определить судьбоносные документы для Армении. И Алиев уже сказал, меня не устраивает, здесь демаркацию делаем, здесь не делаем, здесь делаем, здесь не, так не будет. Алиев сказал четко, весь периметр границы с Азербайджаном должен быть принят и объявлен о признании суверенитета двух стран. При том, что Алиев уже некоторые детали раскрыл, он сказал, такие договоренности у нас были, мы друг другу суверенитет на встрече признали. Но что означает признание демаркации всей линии границы, да? Это означает, что Карабах остается в анклаве. Все, дальше Алиев придет, встанет на линию границу, положит свои погранные войска, скажет, да, армяне, ладно, дорогу вам отдаю, ешьте. Но вы будете через них проходить, через них. Все, там, а завтра он скажет, нет, ребята, продукты питания все мои для Арцаха. Все, что хотите вы туда прислать, гуманитарную помощь через Баку и так далее. А вы можете просто туристы поехать, приехать отдохнуть, родственников увидеть и все. Вот это я вам такой, как бы делаю этот, реверанс. Никакой демилитации, демаркации с Азербайджаном быть не может. Я серьезно говорю, эта пресс-конференция была проверить реакцию народа. Я сказал, я вам говорю точно, по оценкам многих западных структур, открытых, закрытых, я знаю из глубины эту информацию, оценивается, что в Армении и в Арцахе предреволюционная ситуация. Пусть рискнут поставить подпись. Они увидят, когда 150 тысяч человек выйдет на улицу, они думают, что никто не выйдет. Да, за Робертом Кочаряном, за партией Дашнак Цюйцун, за Сержим Саркисяном, за БВРами 100 тысяч человек не выйдут. Сегодня появится в Армении джокер. Лицо, о котором даже вы не подразумеваете, вылезет и на население пойдет. Но вы поставьте эту подпись, хотите проверить? Поставьте. И вы посмотрите, какое количество народа туда выйдет. В 2018 году уже вышли? Вышли. И сейчас выйдут. Выйдут. И тогда посмотрим, что будете делать. Силу примените? Не сумеете. Во-первых, даже если 40 тысяч выйдет, уже власть теряется. При 40 тысячах никто силу применить не сможет. Ну а если применит, получит ответ. Потому что против него силу не применяли. Дзевакан, там милиция что-то потолкала, полиция. Ну так, для видимости и все. Поэтому для меня опасно не столько заявление Алиева, сколько пресс-конференция премьер-министра Альминии. И я понял. Не понял. Я в 700-тысячный раз убедился, что там нет людей, которые понимают, куда нам идти, что нам делать. Я знаю, вот вы закон принимаете о суверенитете Армении. А то, что вы говорите, это прямое противоречие суверенитету Армении. Не, наоборот, не то, что не поняли, куда идти. Наоборот, увидели, куда он ведет. Не, не, они не поняли. Не поняли, что они делают, я имею в виду, из власти. Либо, переначать вашу фразу, понимают, что делают и понимают, куда нас ведут. С такой формировкой я, наверное, даже больше согласен. Спасибо за подсказку, как всегда, Гайяны. Вот. Поэтому для меня выступление армянской власти представляет большую опасность, чем выступление Алиева. Потом, это вот, я сказал, три тезисы важные, которые он сказал. Но я хочу вернуться к Лачину, к Арабаху, с вашего позволения. Давайте до того, как вернемся к Лачину, потому что Лачин, это тоже очень большая тема. Вот к этому пункту, этот пункт я бы хотела особо отметить, когда Пашинян в который раз уже говорит, что международное сообщество, там, не знаю, признали, что Арцах это территория Азербайджана. Тогда несколько вопросов я задам, может быть, на эти вопросы вы сможете ответить. Если это международная территория, начну с самого конца. Почему формулировка статус Карабаха у той же России есть такая формулировка? Помним, да, эту известную, я не хочу давать определение, оставим будущим поколениям. Статус Карабаха. Если это территория Азербайджана, то о каком статусе идет речь, что оставляете решать поколениям? Если это территория Карабаха, что там делают российские миротворцы? Если мир признал, что там должны быть российские миротворцы, почему у российских миротворцев до сих пор нет международного мандата, который они сейчас, может быть, и путем вот этой блокады хотят получить? Может быть, одна из целей тоже, мы помним, да, до блокады выступления того же Давида Бабаяна, который во Франции тоже поднял опять этот вопрос предоставления международного мандата российским миротворцам. То есть, и что, и, кто? Никол Пахшня тоже поднял. Да, 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 продление, помним, да, продление, там, 10 лет, там, 20 лет, помним, да, перед. И, наконец, что делали в таком случае столько лет, 30 лет ОБСЕ, эти страны и Минская группа, чем она занималась, и какой был предмет, если это территория Азербайджана, Азербайджан сам решает свою территорию. То есть, это не все так однозначно, то есть, вообще неоднозначно. И все эти формулировки, которые Алиев продвигает вперед, они сейчас это называют нарративами. Это нарративы, это формулировки, которые они вбрасываются, вы абсолютно правильно, на мой взгляд, сказали, это проба почвы, да, пробует... Пройдет, не пройдет. Пройдет, не пройдет. Какая реакция будет у международного сообщества, какая реакция будет на вот эту фактическую, да, сдачу своих интересов. Я просто за вас скажу, вам нельзя так говорить. Ну, да, оценки я не даю, конечно, моя задача задавать вопросы. Итак, мы закончили вот этой серией вопросов, то есть, эти вопросы, они остались, то есть, они имеют право быть такие вопросы, когда идет формулировка, хотя бы, несмотря на то, что эту формулировку озвучивает премьер-министр Армении, что мир признал, что Карабах это есть территория Азербайджана, я просто хочу напомнить своим слушателям, что даже Путин, который сказал в одном из, по-моему, выступлений на Валдае, что да, это территория Азербайджана, сама Россия до сих пор использует формулировку урегулирования карабахского вопроса, и статус Карабаха должен быть отложен, должен быть определен, должен быть, неважно что, формулировка существует. Итак, возвращаемся в Лачинский коридор, уже 32-й сегодня день, блокирование Лачинского коридора, и Пашинян, я просто приведу формулировку Пашиняна, и потом уже предоставлю слово вам. Пашинян сказал, что одной из целей этой провокации является попытка... Нет, я извиняюсь, это у меня другая цитата, но он сказал, что это военная, в преддверии военной эскалации, одна из целей это военная эскалация, и надо себя вести очень тихо, я не буквально говорю, надо тихо, чтобы вдруг этой военной эскалации не было, чтобы их планы не осуществились. Итак, Лачинский коридор. У меня просто там одна формировка такая пришла в голову. Вот опять я к пиву возвращаюсь. Давайте сегодня будете пиво пить вечером. Нет, не буду. Вот, когда пьют пиво, на столе раки лежат. Да. И пост такая, честь раков назвали. Так вот они хотят эту Армению поставить в позу пивного блюда. Тихо себя вести. Вы себя так тихо ведете с 2018 года, что разрушили всю систему государственного управления, вылетели со всех международных платформ, но при этом говорят, что мы коммуницируем с европейскими площадками. Что вы коммуницируете? С кем? С Шар-Мишелем? Кто такой Шар-Мишель? Агент британской разведки. Кто такой Шар-Мишель? Или кто это, это самое, как ее, этот, Урсула, да? Тарберляйн или как девочка. Ну, я ее называю Урсула Алиева, который газ покупает там в Азербайджане и кричит сюда до вечера, там, газ, газ, там, вот. Надежный партнер. Надежный партнер, да. Урсула Алиева, вот она говорит такие вещи. Значит, что значит тихо себя вести? Тихо как вести? Не высовывайтесь, говорит Пашиня. Да, не высовывайтесь. Давайте, значит, смотрите. Мы ничего не делаем в плане обороноспособности. Эпоха мира. Не, говорит, да, но мы не все можем говорить о том, что будет. Послушайте, я скажу так. Даже самый простой болт, который вы должны будете привести в армию, я о нем знаю. Я знаю, что вы там делаете, что не делаете. Я знаю ситуацию на поставке, я знаю ситуацию в армии, я знаю ситуацию в генеральном штабе. Владимир, давайте я об этой ситуации не говорю. Не, 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 я обещаю, но если вы ничего не делаете для обороноспособности, вы не то, что будете тихо сидеть, вы будете тихо лежать, тихо стоять на коленях, тихо согнувшись, как страус засунув в голову песок. Вы все будете тихо делать, конечно, тихо. А что вы сделали, чтобы укрепить государство? На какой площадке? Хорошо. Лачинский коридор, что там происходит, что происходит в Арцахе? Давайте я скажу так. Вот я обращаюсь ко всем международным структурам. Я уже встречался с рядом международных структур. Довел им ситуацию в Карабахе. Сегодня я обращаюсь ко всем армянским предпринимателям. Ко всему спюрку армянскому, опять не к правительству Армении, не обращаюсь туда. К диаспоре. К диаспоре, да. Я обратился уже к грянам стран. К их руководителям стран обратился. По каким каналам там, неважно. В Карабахе закончилось полностью детское питание. Полностью. Нету детского питания. Это мир, который кричит Алиев, надежный партнер. Это мир, на глазах которого дети не имеют сегодня антибиотиков в аптеке. Мне моя племянница написала, что ей нужно из препаратов. Нету свечек. Простых свечек не могут найти. Спички. Жар понижающие. Там парацетамон и так далее, да. Овощи, фрукты. Ну и так далее. Нету самолан. Овощей, фруктов. Я говорю дипломатам, послам всех стран, которые находятся на территории Армении. МИДу говорю. Я не услышал от вас ни одного слова. Вот не от Пашиняна. На пресс-конференции. Я не услышал от премьер-министра, который со своей командой сытая, едят и пьют. О том, что у наших детей сегодня нет питания детского для молодецов. Нету сухого молока. Нету жаропонижающих препаратов в аптеке. Вам что? Нужно 30 дней, чтобы поставить жаропонижающие, антибиотики, да? Вы что за государство? Вы не государство. Вы никогда им не станете, потому что вы люди с улицы. Вы оппозиционеры были, оппозиционерами и умрете. 30 дней страна в блокаде. Дети находятся в таких тяжелейших условиях. Мир спокойно смотрит. Послы Соединенных Штатов. Посол Франции. Посол Великобритании. Посол Германии. Посол Ирана. И другие там называть не буду. Дети сегодня находятся в крайне тяжелых условиях. Есть матери, которые выехали, у которых погибли мужья. Есть маленькие дети. Они выехали в Армению по каким-то делам. Получить какие-то там документы, справки, еще что-то. И не могут сегодня вернуться и, значит, объединиться со своими детьми. Это проблема серьезная. Где весь этот мир? То есть, когда весь мир, это я премьер-министру говорю, закрывает глаза. На катастрофическую ситуацию, положение дел, детей и... Я очень извиняюсь, можно это назвать убийство? Это убийство всеми. Европейцами, армянским правительством, карабахским правительством. Которые вообще не дееспособны. Вообще ничего не понимать, что такое внешний... Ничего не... Только идиотские вещи говорят. Заявление. Я сейчас скажу, что это за заявление. У меня уже разрывается все. Я вам говорю, вы плохо все закончите. Всем говорю вам в Карабахе. Вас оттуда выкинем. Хватит делать идиотских заявлений уже. Наши дети, за которых наши солдаты, наши женщины проливали кровь. Вы сегодня все допускаете до этого. На глазах всего цивилизованного или цифилизованного мира мы наблюдаем, как дети остались без детского питания. Когда мне пишут, нужны эти препараты. Сухого молока нет. Пашнян говорит, два года там вели переговоры по строительству альтернативной дороги. В шестом пункте это указано, что Азербайджан должен строить дорогу и так далее. Мы должны открыть альтернативную дорогу. Россия в этой туалетной бумаге поставила подпись. В том числе. Пашнян поставила в этой туалетной бумаге подпись. Значит. Они говорят, что переговоры это одно, а на земле это другое. Послушайте, вы три одуванчика подписали подпись. На весь мир закричали. На весь мир. Россия с утра до вечера рожала там в своем МИДе. Мы миротворцы, мы гаранты безопасности. Сегодня азербайджанец вам по морде и вашу машину разворачивает. Это ваша гарантия. Это вы государство ядерное или я? Когда вас вышвыривает оттуда простой азербайджанский солдат. Давай назад. И пришел, говорит, попробуй тронь моих журналистов. Вам там в Кремле не переворачиваетесь нигде, нет? За вашу подпись. Премьер-министр, я тебе говорю. Твоя подпись здесь стоит. Ты кричал всему населению, русский обеспечит мир в Карабахе. Обеспечили? Не надоело их сапог целовать? Я обращаюсь ко всем дипломатам, ко всем армянским предпринимателям. Не надейтесь ни на армянское правительство, ни на карабахское. Организовывайтесь. Доставляйте гуманитарные грузы. Хотите зарабатывать, зарабатывайте. Только не на детском питании и не на медикаментах. Вот я вам говорю, Тагаена, с вашего разрешения. Вы можете позвонить в мой антопан, узнать мой номер телефона. Я готов организовать. Возьмем склады, где организовать прием детского питания и медикаментов. А как вы доставите на место? Я найду способ. То есть нет блокады? Вы кого имеете в виду, кто говорил про блокаду? Я имею в виду, как вы прорвете эту блокаду и почему там нет медикаментов. Там есть блокада или нет блокады? Как вы прорвете, как вы доставите вот все это? Я не буду рассказывать, как я это туда проведу. Но проведем. Проведем. Значит, но я хочу сказать вот об этой дороге, альтернативной. Когда Никол Пашинян говорит, вести переговоры одно, а на земле это другое. Значит, там сказано, что в течение трех лет должно быть тара-тара-тара там. Это не означает, что именно три года. Да, Алиев сам показал. Быстро-быстро-быстро-быстро. Мы каждый раз, когда едем в Карабах, возвращаясь, мы видим, как они строят дорогу. Да. Мы видим, как стреляют. Сейчас Арай Картинян говорит, да, но невозможно было, русские не помогали, это не строили, опасно, могли стрелять. Извини, но если Азербайджан говорит или Россия говорит, нет, не строй, безопасность не гарантируем. Никол Пашинян должен был выйти и сказать мировому сообществу. Россия подписала трехстороннее заявление и сейчас отказывается от гарантии безопасности. Потому что все это называется операция удушения Арцаха. Удушение. Вы что хотите, вы реально верите, что за 32 дня правительство Армении не могло бы туда отвезти детского питания, жаропонижающих. А этот Красный Крест, который туда-сюда? Ну, что ты веришь? Ну, Красный Крест, ну, сколько машин там? Сто тысяч, сто сорок тысяч населения. Он там тремя-пятью машинами, что обеспечит всем детское питание, обеспечит жаропонижающим, антибиотиками. Да, и вообще они, да, конечно. Они же, что, ну, красный, то есть у нас нету государства, у нас есть Красный Крест, у нас есть миротворцы. А где армянское государство, где армянский суверенитет, где вообще армянское сердце, в конце концов? Жрете целый день там, вокруг елки бегаете, как обезьяны. В этот момент, когда наш соотечественник, наши армяне, испытывают такие проблемы, в очередях мне рассказывают, стоите индейки и утки покупаете. Не сели бы на Новый год, утку с индейкой бы не пожрали, ничего бы с вами не было. Эти деньги купили бы медикаменты и отправили в Варцах. Какие вообще наше общество стало? Новый год, Новый год. Столько денег на иллюминации, вон, проезжаешь по городу, видишь. На эти деньги надо было что-то другое делать. Не обязательно было елочки зажигать. Да я сегодня хочу сказать, что блокады есть. Мне очень странно, когда руководство Арцаха заявляет, что это частичная блокада, и блокады нет. Вы знаете, какой переполох? Это последние дни. Почему, кстати? Это очень интересно. Вы слышали это заявление? Да, я слышала. Но это было не специально такое заявление, это было сказано в разговоре. В обращении гражданам. Да. Послушайте. Где говорилось о том, что надо более бережливым быть, надо вот так себя вести, в таких условиях себя вести. Вот смотрите, я обращаюсь, допустим, я там, допустим, занимаю какой-то конкретный пост в Арцахе. Образно я обращаюсь к Арцахцам. Это я сейчас скажу, к чему я веду. Вы это Владимир Павосян? Да, да, допустим, я занимаю какую-то должность в Арцахе и гипотетически обращаюсь к Арцахцам. Хорошо. Рассказываю, какими должны быть сильными, бережливыми, стойкими. Во-первых, Арцахцу про стойкость рассказывать не надо. И вообще армянину про стойкость рассказывать не надо. Это может говорить только человек, который вообще не знает, какой стойкость. Мы с молоком матери это впитали, и армяне, и карабахские армяне, и вообще как армяне. С молоком матери это впитываем, эту стойкость, это мужество, и умение, и желание воевать за свою страну. И рассказывают Арцахцу, будьте мужественны, не надо, но это оскорбляет. Это можете сказать тем, кто на коленях стоит. Никогда армянин на коленях не стал, стоять не будет. Так вот, если ты обращаешься к Арцахцам, говоришь какие-то экономические вопросы, зачем в то же время Арцахцу говорить блокады нет? Что Арцахец там не живет, он не знает, что блокады есть или нет. Что значит частичная блокада? Весь мир кричит блокада, госминистр говорит, что блокады нет. Ну, полный. Частичная. Есть частичная. Что он имел в виду, Владимир? Я вообще не знаю, на мой взгляд, вообще не знаю, это осознанно или не осознанно. Ну, в принципе, да, Алиев сам сказал, в принципе, тот, кто хочет выехать, он может выехать. Это и называется частичная, наверное, блокада. Это называется билет в один конец. Да, билет в один конец. То есть для выезжающих это не блокада. Для въезжающих там медикаменты и все, что вы перечислили, это блокада. Он это имел в виду? Если он говорит с точки зрения Алиева, ну, а отцы сейчас после нашего эфира должны будут его арестовать. А если это он говорит по незнанию, что он сказал? Я говорю, Рубен Варданян, весь мир считает, что там блокада полная. Весь мир. То есть ты хочешь развеять мнение всего мира, что там нет полной блокады, есть частичная блокада? Извини, дорогой, ты на кого работаешь? Это я говорю не в плане пропаганды, на кого работаешь. А в целом, почему ты весь мир хочешь увидеть, что там частичная блокада? То есть армяне сказки не рассказывают, что никакой блокады нет, Рубен Варданян говорит. Цель. Я не знаю, это глупость или предательство. Не знаю пока. Но для меня, в принципе, это одно и то же. Как один сказал, умный, когда говорит, ты умираешь, и другим это больно, но ты этого не знаешь. Точно так же, когда ты глупый, и ты этого тоже не понимаешь. Но всем остальным это видно. Вот говорить и ударять вот так сейчас, пытаться, это фактически заявление было на руку азербайджанскому руководству. И на руку российским миротворцам, что нет полной блокады, есть частичная блокада. Весь мир, все парламенты, всех цивилизованных стран кричат, что Рубен Варданян берет почему-то. Но они показывают эти машины, которые миротворцев проезжают, называют, что если они проехали эти машины, то значит блокады нет. Но эти машины, мы как сказали, машины Красного Креста, они же не грузовые машины. Давайте так, я сейчас машину грузовую с продуктами питания, с армянскими номерами отправлю, она проедет? Нет, конечно. Значит блокада. И человек не пройдет. Да, значит блокада. Матери с детьми не могут соединиться, значит полная блокада. Ну вот, матерь не может. Но я хочу сказать госминистру так, хорошо, что ты говоришь, что нет блокады полной, частичные есть. Через 15 минут, чтобы вы в Карабахе, вы сфотографировали мне прилавки магазинов, и я увидел, что огромное количество детского питания, антибиотиков, жаропонижающих там есть. Сегодня мне сфотографируйте, пришлите. Хоть один прилавок, чтобы все отовсюду собрали и на этот прилавок перешли. Да, чтобы детское питание там было. Хорошо. Значит, я сейчас закончу это, Гаян. Так вот, а еще уже и обвинять, что армянские бизнесмены туда продукты везут? Слышали в этом заявлении? Что? Нет. Когда сказали, что через миротворцев туда армянские предприниматели везут левый товар. В этом же заявлении. То есть, ну понятно, есть огромное желание продемонстрировать, что ты не человек Москвы. Надо сделать такой демаш, ударить по миротворцам, сказать, армянские бизнесмены через миротворцев везут левый груз. То есть, если левый груз через миротворцев, значит, миротворцы что-то получают. Это первое. Второе. Азербайджан получил информацию, что через миротворцев какой-то продукты питания для армян идут. И машины начали досматривать. Первое. В чьих интересах вы эту информацию сливаете? Там в Арцахе. Если это-то на самом деле есть. Если вы имеете в виду, что армянские бизнесмены везут. Через миротворцев. Да. Если везут, правильно и делают везут. Деньги зарабатывают, правильно и делают зарабатывают. У тебя ничего нету. У тебя альтернативы нету. Если армянский бизнесмен догадался как-то что-то провести этот груз, зачем ты по нему бьешь? Это первое. Вообще не уверен, что продают в три дорого. А может это дискредитация миротворцев цель? Не дискредитация миротворцев, а демонстрация, что я от них не завишу. Одна из версий просто. Может быть так и есть на самом деле. Мне все равно, что они там в эти игры играют свои. Дискредитация миротворцев, дискредитация Кремля, Вашингтона, летающей тарелки. Мне плевать на это глубоко. Это бьет по безопасности арцарцев. Это бьет. Конкретно бьет. Вот сегодняшнее заявление их вчера на заседании правительства. Если Азербайджан посмеет то пятое-десятое, он понесет тяжелейшие потери своих солдат. Я эту тему глубоко сейчас не буду ковырять. Кто что понесет. Я хочу сказать госминистру Арцаха. Он человек не военный, не политик. Команды у него нет. По уровню команды в правительстве Арцаха и в аппарате президента я прекрасно знаю. Это ниже плинтуса. Подавляющее большинство. Подавляющее. Как и в Армении. Значит, если ты хочешь что-то Алиеву сказать о его громадных потерях, когда он вторгнется, если ты намекаешь на то, что у тебя армия готова, я тебе, Рубен Вартанян, дам один совет. Такие вещи не озвучиваются. Такие вещи для противника должны быть сюрпризом. А если ты имеешь в виду, что ты сейчас скажешь, он испугается, я боюсь, что это может привести к обратной реакции. Он сейчас тебе нанесет удар, у тебя будут потери, и ты просто умоешься. И как это не раз они делали. Поэтому я хочу сказать всем, кто в правительстве Арцаха, будьте осторожны в своих выступлениях. Все, что касается обороны и безопасности, это вообще должно быть за семью замками. Закрыто. Хочу сказать вам грубо. Свой ротик на замочек прикройте на эти темы. А если вы провоцируете, чтобы действительно удар нанесли, тогда говорите. Но тогда удар мы нанесем и по вам тоже. Вы когда говорите, вы, я уже с вами говорю, другим языком не получается, блатной язык только. Вы базар фильтруете. Владимир, мы, наверное, должны уже обобщить, подвести итог. Что делать? Нет, наверное, пока, ну что делать, не знаю. Подведем все-таки итог. Да что делать, знаем. И сигнал Гайна я послал в Карабах. Я сказал, выход из этой ситуации есть. Я вам уже говорю в открытую. А Раю Куар Цюняну эти сигналы передали. Давайте обрисуем тогда, из какой ситуации. Выход и потом скажите выход. Сформулируйте, из какой ситуации. Выход, прежде всего, давление на Азербайджан. Правильная сформулированная повестка дня в Арцахе. Выхода из-под внешнего давления Азербайджана. Усиление роль и места Арцаха на международных площадках. Арцах заставить Армению. Вот еще раз говорю, не бойся. Заставить Армению действовать в другом ключе. Вот армянское руководство одну вещь не хочет понять. Она через Арцах может потерять власть. Сегодня Арцах определяет, быть вам во власти или нет. Только в Арцахе этого не понимают. Во-первых, они все в одной упряжке. Но через Арцах они потеряют власть. И очень жестко потеряют. Мы должны заставить, в том числе, республику Армению двигаться не так, как они считают нужным. Или как им приказали действовать. А так, как это нужно в национальных и государственных интересах. Мы можем провести определенные операции на внешнеполитическом поле, внутриармянском. Где мы усилим мощнейшее давление на Азербайджан. Включая мощнейшие санкции против него. Для этого мы должны необходимо переформатировать всю систему государственного управления Арцаха. В плане подхода во внешней политике. Внутренней. Консолидации общества. Привести в соответствие аппарат Совета безопасности. Они убрали Виталия Балсаняна. Я тоже считаю, что Виталий Балсаняна не справлялся с этой должностью. Человека, которого сейчас они назначили. В армии его уважают. Он хороший военный. Прекрасный военный. Патриот с большой буквы. Но он не секретарь Совета безопасности. И поэтому он патриот. Действительно, он армянин. Как армянин, он патриот. Но все, что существует вокруг Совета безопасности. Аппараты и так далее. Это крайне низкий уровень будет. И почему? Смотрите. У них министр иностранного дела говорит одно. Госминистр второе. Президент третье. И все между собой не связаны. И одно выступление хуже другого. Это из той же серии, когда дайте русский мандат. То, что говорит Никол Пашинян. Понимаете, все одна цепочка. Москва говорит. Пашинян говорит. Давид Бабаян говорит. Дайте мандат. Вы что, не понимаете, что не дадут? Еще раз говорю. Для особо одаренных. Знаете, когда говорят. Большая стрелка на 12, маленькая на 6. Московское время. Да? 6 часов. Вам тоже говорю. Где большая стрелка на ходе, где маленькая. Если весь мир обвинил Россию. Признал ее как страной агрессора против Украины. Спонсора. Как спонсора терроризма. Ни одна страна в мире, член Совета Безопасности, он никогда не даст России этого мандата. Этот идиотизм, этот утопизм прекратите. Вы только лишний раз покажете, что вы клоуны в политике. И вы просто лишний раз хотите одурманить народ. Я вам говорю, никто мандата не даст. У вас есть только два пути. Два. Это заставить Путина, наконец, выполнять и показать свои зубы, если может. Если не может, пусть скажет правильно. Прямо я не могу. Если нет, значит, мы должны начать работать с отдельными странами и принудить. Есть такая вещь, когда говорят, что они даже не понимают, что можно сделать в Совете Безопасности. Совет Безопасности ООН может принудить Азербайджан, в том числе и в силовом плане. И никто это не отменял. Просто в этом направлении надо работать. И работать не на площадке ООН, а с каждыми странами в отдельности из стран-членов безопасности. Значит, кто-то попытался бросить, что Россия не блокировала резолюцию по Азербайджану. Она стала мягкой. Но там же есть три вида резолюции и так далее. Есть принуждающие, есть осуждающие, есть просто такая резолюционная часть. И ведь инициатором заседания Совета Безопасности по Арцаху была Франция, а не армянское правительство. Заседание. И подняла этот вопрос. У нас вообще нету инициативы. Вот вообще нету инициативы никакой. И поэтому, когда я говорю, что необходимо, вот карабахцам говорю, необходимо полностью переформатировать всю систему управления от МИДа до силовых структур, армии, аппарата президента, аппарата главного госминистра. Ну, госминистра, ладно, экономикой занимается. Совет Безопасности, силовой блок, Министерство обороны, МЧС, МВД. Там есть целый комплекс вопросов. Я тут их раскрывать не буду. Как и что мы должны делать на внешней площадке. Как мы должны себя повести с различными странами мира. Как мы должны говорить, в том числе и с Азербайджаном. И какие рычаги и механизмы использовать внутри Азербайджана, во внешнем поле. Вот эти все сигналы, Аравику Арутюняну, я передал. И ему об этом сказали. Мы ждем его решения. Но я сказал сразу людям, как только будет слово «нет», «не можем» и так далее, и тому подобное, значит, я сразу скажу, что Карабах выбрал путь умереть. Потому что сегодня все, что делает ваше правительство, после любого вашего заявления, ваших руководителей, в стране ситуация с каждым днем ухудшается. С каждым днем. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Будем думать, что такого не будет. Арцах не выберет вот этот вариант умереть. Я надеюсь, что Арцах выберет правильное решение. И я хочу сказать, что если Арцахцы допустят то, что сегодня происходит, а происходит именно у них внутри, никто не спасет. И надежды не будет. Я сразу говорю. Если вы собираетесь дальше терпеть все вот это, все, что у вас внутри происходит, это путь в никуда. Они не хотят ничего менять, не хотят ничего делать. Если они думают, что если в публичный дом не идут клиенты, и надо менять мебель, как говорят в анекдоте, надо менять проституток, а не мебель. Спасибо. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой и слушал политического деятеля Владимира Пагусяна. Беседа Вилагаэна и Аракелян. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok